Вы просили, я это делаю. Как обычно, в то же самое не сменяющееся время вы находитесь на канале НБЦК на рубрике «Мишин подкаст». И сегодня у меня в гостях психиатр, действующий, практикующий, подобный Пётр. Он расскажет нам такую интересную тему, точнее мы с ним порассуждаем о такой интересной теме, которая зацепила большое количество людей на моём канале. Это депрессия, и постарается он объяснить всё человеческим языком, но со стороны человека, который с этим работает. Поэтому давайте просто начнём и послушаем профессионала. Для начала я скажу, что среди людей, которые работают в психической деятельности, бывает психолог, обычный психолог, который занимается психологическими проблемами, обычных, здоровых, нормальных людей. Бывает клинический психолог, который занимается уже выраженными, уже имеющимися некими отклонениями. И бывает психиатр, который занимается расстройством уже психической деятельности, то есть заболеваниями. Я психиатр, длительное время работаю в государственном медицинском учреждении, занимаюсь лечением тяжёлых психических расстройств. Ну всё-таки, смотри, получается, психолог и психиатр – это разные очень вещи. А вот, допустим, психолог и психотерапевт – это одно и то же? Что такое психотерапия? Это дословно лечение души. Психотерапевтом может быть и психиатр, который наравне с лекарствами применяет методы психической коррекции. И может быть клинический психолог, который не применяет лечение лекарствами, но применяет аналогичные методы коррекции. Обычный психолог, который занимается здоровыми людьми, занимается разрешением конфликтов психологических у здорового человека. Разграничим так. Я понял. Ладно, тогда давай просто с тобой перейдём к теме, уже которую мы с тобой обговорили, и начнём, пожалуй, с того, что такое депрессия. Это базар за НБЦК по классике. Петь, ну, первым и основополагающим вопросом, который я хотел бы тебе задать, что такое депрессия со стороны психиатра, и если это всё перевести на обычный человеческий язык, что под собой несёт, соответственно, вот этот термин депрессия, и как ты бы распределил все структуры этого заболевания, только тоже на достаточно человеческий язык. Терминологию, если что, я хочу сноску сделать, мы приложим. То есть если будут какие-то моменты, которые будут непонятны обычному обывателю, я максимально упрощу вам просмотр этого видеоролика, вы сможете на экране у себя увидеть какие-то сноски, плюс то, что будет непонятно мне, я буду переспрашивать. Так что не переживайте. Я постараюсь тоже максимально упростить, может быть, даже слишком, но моя задача просто для того, чтобы донести до каждого. Депрессия — это целый мир, целая вселенная. Им страдает, по данным ВОЗ, каждый десятый человек из психических расстройств, каждый десятый. То есть это самое распространённое психическое расстройство. Человеческая деятельность, вот виды нашей психической деятельности, они состоят из памяти, внимания, воли, эмоций. Вот депрессия относится к расстройствам эмоционального фона. То есть это длительно пониженный эмоциональный фон. Что такое эмоции? Это наша реакция на окружающее. Значит, соответственно, когда окружающее не соответствует нашим представлениям, это уже предрасполагающее к депрессии. Значит, депрессия — это и симптом, то есть это простое проявление заболевания, это и синдром, несколько проявлений, и заболевание, и плюс ещё, да, и заболевание. Симптом — это может быть у большинства психических, тяжёлых психических расстройств, они проявляются в том числе пониженным настроением, депрессией. Постоянным, да? Да, да. Вот симптом, но мы будем говорить ближе к лёгким и к людям, не страдающим, тяжёлым. Ну, конечно, потому что тяжёлая депрессия, вероятно, проявляется уже у человека в такой степени, что он не будет смотреть никакой видеоролик, скорее всего. Думаю, что да. Часто же так происходит, что депрессивное расстройство приводит к суицидам, к каким-то суицидальным мыслям даже. Ну, слава богу, нечасто, но приводит, связано. А пациенты вообще в практике своей многим делятся, когда работают? Чем тяжелее депрессия, тем меньше делятся. Значит, классическая триада Ясперса. Депрессия — это снижение эмоционального фона настроения, это снижение двигателя активности, то есть движения, и снижение мозговой активности. То есть человек становится непродуктивным в своей деятельности любой. А вот то, что ты сказал про волю, там же тоже в депрессии есть такой симптом, по сути, когда ты становишься совершенно неволевым человеком. Если у тебя что-то не получается, то ты не будешь, скорее всего, бороться. Но чем тяжелее депрессия, тем... Больше это проявляется. Да, вообще, чем больше депрессии, тем вообще меньше человек продуктивен в своей деятельности. Самая тяжелая депрессия — это когда человек лежит в позе эмбриона, не ест, не пьет. Вот это тяжелая психотическая депрессия. Но такую лечат только, наверное, таблетками. Ну, не только таблетками, но таблетки уже берутся за базовый. Такую даже уже не таблетками, а инъекциями, капельницами. Ну, там же, по сути, тоже лекарственные вещества у тебя? Да, лекарственными веществами принудительно кормят. Вот принудительно кормят, и многие отказываются. Ну, есть такое то, что человек лежит, и он прям вот в отказ идет по полной, что я не буду есть. Да, ангидония — тяжелая форма. Человек не получает ничего удовольствия, у него апатия развивается, то есть он ничего не чувствует, болезненное бесчувствие. У него просто нет необходимости. То есть это такие базовые, основные инстинкты. Глужица. Удавляются, да, при тяжелых депрессиях. А между этим, между такой очень выраженной тяжелой депрессией, есть еще и психотический уровень депрессии, когда может быть и галлюцинации. Но мы это говорим про прям очень тяжелую. Ну да, я понял. Мы все-таки куда-то более в тяжелые. Мы уже ушли туда, где мне больше свойственно. Но я думаю, аудитории... Ну понятно, да. Вопрос тогда. Смотри. Я когда готовился и к этому ролику, и когда я вообще перед записью своего сольного ролика читал очень-очень много информации, как-то складывал у себя в голове, вот я отфильтровал такой нарратив, что наркомания, алкоголизм, они частично могут являться чуть ли не симптомом депрессивного расстройства. То есть, по сути, ты проявлением, точнее, не симптомом, а проявлением депрессивного расстройства, потому что у тебя там какая-то мания есть внутри, и ты заменяешь отсутствие желания делать чего-то какими-то там мнимыми удовольствиями. Может быть такое? Вот эмоциональный фон, он бывает повышенный, пониженный. Пониженный – это депрессия. Повышенный – это мания. Значит, они как полюсы. Вот то, что ты упомянул, что мания – это повышенный. Наоборот, когда человек становится очень деятельным, очень активным, не спит от того, что ему просто невозможно удержаться на месте, повышенное настроение, всё легко, всё быстро и так далее. Вот настроение, депрессия – наоборот. Значит, оба эти расстройства, они могут быть вызваны наркотиками и наоборот могут привести к употреблению депрессии. А, спровоцированы. Да. Во втором случае, в первом случае, когда это вызвано наркотиками, мы говорим о том, что действие наркотиков как-то изменяет человека, оно токсично для его мозга и вот приводит к таким нарушениям. Во втором случае, когда мы говорим о том, что изначально была депрессия, он себя таким способом лечит. Он пытается выйти из этого состояния и куда-то там условно придумать себе новую реальность, да? Да. Если человек не хватает ему наших внутренних гормонов счастья, он их пытается восполнить с помощью наркотиков. Кстати говоря, там же и одни и те же зачастую рецепторы, допустим, если опийная наркомания, на те же рецепторы и действуют опиаты, наркотики. На те же рецепторы, что и ты имеешь в случае... Дофамины там... Дофамины это отдельно, эндорфины, они действуют на опиатные рецепторы. А, и так же при депрессии тоже самое происходит. При депрессии их либо нехватка... Ну, я имею в виду, что при депрессии тоже как-то играют роль вот эти рецепторы. Они, да, они не получают, они не закрываются естественными внутренними нашими наркотиками, какие должны быть. Мы... Так устроена природа, что мы за все свои действия... Получаем дозу, да? Дозу серотонина, дофамина. Да, 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 да. От успеха на работе до того, что когда человек нормально сходил в туалет. Ну, понятно. Или наоборот, как лучше. Хм, ну, слушай, ну, а вот, допустим, если все-таки посмотреть на тему того, что есть вот легкая депрессия у людей, и многие даже могут этого не замечать. Ты живешь, ты думаешь, что жизнь твоя протекает вполне себе нормально, и среди также симптомов из интернета писали то, что одним из симптомов может быть как раз-таки такой твой подъем настроения, и ты, по сути, можешь в каких-то крайних областях по типу там проявления воли к деланию ремонта домашнего или к тому, чтобы там убраться дома, и так далее, ты можешь проявлять полный негатив, там, не хотеть этого делать, а в остальной жизни ты живешь себе вполне нормально. Это может быть как-то связано с депрессией, или все-таки это какие-то тоже надуманные симптомы? Я думаю, что когда у человека пониженное настроение, он ищет способ его повысить и сделать то, что ему принесет награду. И если у него не получается первое, второе, третье, а в нашей жизни это обычно бывает, ему вот он ищет то, в чем он разбирается и в чем он ожидает наиболее легче и проще. Кстати, способ наркотиков это то же самое, простым способом достичь удовольствия. Но слишком легкий получается. Да, ну слишком легкий, он имеет свою плату. А в плане уборки, ну если человеку, у него все получается на работе, и он там есть признание, он идет на работу и там получает удовольствие, а уборка, то ли он плохо ей владеет, то ли ему это неинтересно, он ее на фоне депрессии просто игнорирует. Старается не выполнять то, что ему не нравится. Я понял. А вообще, тогда давай просто перейдем к тому, что ты как в своей практике сможешь рассказать, каков портрет человека, страдающего легкой формой депрессии. Вот если посмотреть на него в толпе, и при общении с тобой, ты поймешь, что это человек с легкой формой депрессии. Как-то, ну, можно поверхностно, не обязательно куда-то в дебри уходить. Перед тобой сидит человек. Ты с ним будешь общаться, но со своей профессиональной точки зрения, там в кафе, допустим, вы встретились с семьями, ты заметишь, что у человека депрессия. Есть какие-то свойства, по которым я смогу там разгадать там у своего ребенка или жены? Ну, я тебе, во-первых, хочу сказать, что чем тяжелее психическое расстройство, тем легче его увидеть. Тем больше оно проявляется. Чем оно менее выражено, тем труднее его диагностировать, определить. По портрету ни психиатры, ни психологи не работают. Естественно, самое простое, что можно дать тебе ответ, это унылое выражение лица, как в древнерегреческих комедиях, там маска одевалась либо безразличие, либо унылое. Но легкие депрессии, они могут быть и зачастую, чаще всего маскированные, и по человеку не скажешь. Можно сказать, что мы знаем уже Васю, мы с ним каждый день приходим на работу, работаем, а тут он какой-то другой. Но, опять же, тоже недостоверный метод. Может быть, он чем-то увлекся, ему уже стало не до чего. У него депрессии нет, у него просто влечение. Значит, психиатры... перебью. По такому вот лицу, недовольному, можно понять, что у каждого человека в московском метро есть депрессия. Да, но на самом деле у многих... Ну, я имею в виду, что вот у каждого прям, потому что в метро это классический такой портрет человека, который едет, он чем-то недоволен, но не обязательно, что у него будет депрессия. Вот ты к этому ведешь, да, больше? Да, да. Что все-таки, скорее всего, это индивидуальный какой-то процесс, и не обязательно, что человек будет именно всегда недоволен, он может же проявлять какую-то улыбку, положительную какую-то активность. У психиатра и у психолога у них разные, но схожие методы, в основе которых лежит клиническое интервью. То есть такой же разговор, разговор на темы, которые задает специалист, и получает, и в зависимости от того, какие он получает ответы, он формирует картину, если это психиатр, то заболевание, либо его отсутствие, если психолог, то отклонение и выраженность различных сфер психической деятельности, о которых я говорил в начале, там воля, мышление, память, эмоции. Но диагноз психолог ставить не может же, правильно? Психолог не может. По сфере своей деятельности. Психолог не может. То есть это и законом запрещено. И законом запрещено. Просто есть же, знаешь, некоторые такие шарлатаны, которые, по сути, в своей работе переходят границу и начинают какие-то еще диагнозы ставить людям. часто же такое распространено. И люди идут к таким охотно, потому что они якобы, вот они называют болезнь раньше, чем остальные, чем те люди, которые работают в клиниках, которые работают с этим каждый день, просто там какую-то медийную активность себя делают. Правильно. Поставленный диагноз – это 50% успеха, может быть, больше. И это чрезвычайно важно. Достичь успеха может тот человек, особенно в наш век специализации, когда уже есть специалист по левому, по правому. Там в таргет пошли больше туда, куда-то. Да, чем больше ты этой сфере занимаешься. То есть психиатрия – это тоже огромное разветвление. И человек, который, психиатр, который занимается большой психиатрией, он не очень-то хорошо разбирается, малый. Допустим, если я занимаюсь тяжелым психическим расстройством, игроманией, я практически в своей практике не встречаю. И человек, который говорит о том, что я вас от всего вылечу, ну, и при этом в основе всего это знание, стремление и опыт. Опыт, опыт. Если у него нет такого опыта, ну да, он больше шарватан. Про депрессию еще что я не сказал, но хочу тебе сказать, что причины депрессии многообразны. До этого я говорил о том, что депрессия – это и симптомы, синдромы, и болезни, и симптом синдромов в составе других болезней. Причины депрессии многообразны. Может быть, отклонение в эндокринной системе, может быть, патологические какие-то изменения в головном мозге, которые можно, это, конечно, встречающие случаи, но определяются, и можно хирургически, даже нейрохирурги могут скорректировать это место. И состояние улучшится. Значит, дефицит гормонов, там, мелатонина. Дальше травмы, черепно-мозговые травмы могут быть причиной. Онкологические заболевания, как длительное изматывающее расстройство, ну и как онкология, онкологическое заболевание головного мозга. Опять же, какой-то очаг затрагивается. Поэтому даже визит к психиатру, просто вот прийти к психиатру, не гарантирует правильного диагноза и правильного лечения. Комплексно надо подходить к этому. Ну, в идеале, да. Если хотите достичь успеха, это, конечно, затраты. Это, конечно, масса, может быть, казалось бы, лишних исследований. Но вероятность найти причину значительно выше. Слушай, ну это ты, конечно, затронул сразу тему, которую я хотел чуть-чуть впереди. Но раз мы уже на нее пришли, смотри, вот одним из самых явных таких и выраженных, как сказать, триггеров твоей депрессии, крючков, люди считают из физических проблем. Люди считают проблемой с ЖКТ. То есть желудочно-кишечный тракт приводит к болезням психосоматическим, в том числе к депрессивным расстройствам. И получается, что вот в желудке работают те же самые нейромедиаторы, как пишут, опять же, в интернете, что и в головном мозге, в мозге, соответственно. Поэтому из-за того, что у тебя происходит расстройство желудочно-кишечного тракта, у тебя часто проявляется депрессивное расстройство. Именно вот часто, которое оно туда-сюда, то приходит, то уходит. Есть такое вообще? Они взаимосвязаны. Кишечник и мозг ты имеешь? Сома, тело наше, вот и сома, это соматические заболевания. Они, все заболевания организма, кроме нервных и психических, это соматические заболевания. Они непосредственно, наши организмы едины, как и учат всех студентов медицинского института. И если что-то отклоняется, то и у другого может быть расстройство. Есть такая сложившаяся уже разновидность заболеваний, как психосоматические, которые ты сейчас затронул. В том числе заболевания желудочно-кишечного тракта, их множество. И тут соматическое заболевание влияет на душевное состояние. А душевное состояние влияет на проявление психического, соматического заболевания. Круговорот, короче, получается. Это базар за НБЦК по классике. Это круговорот. Да, ты правильно говоришь. И когда у человека есть уже какое-либо заболевание, то мы живем в социуме, мы эмоциональные существа, мы и биологические, и социальные существа. И мы реагируем на какие-то стрессы. И ухудшение идет. Вот где слабо, там и рвется, говорят. И если какой-то стресс, то организм на него реагирует, наше подсознание на стресс реагирует двумя способами. Это архаичная система, которая сформировалась еще много сот тысяч лет назад. Либо бежать, либо атаковать. В обеих случаях у нас выделяется... А, ты имеешь в виду либо просто спрятаться, либо в ответку атаковать. Да, в любых случаях требуется большого физического напряжения. То есть сразу повышается давление, активируются наши основные функции. Это легкие, сердечно-сосудистая система, напрягаются мышцы. И, казалось бы, мы понервничали, а у нас почему-то язва обостряется. Почему? Потому что переспределение функций организма происходит в сторону того, что и подсознание наше, мы об этом не думаем, но оно считает, что сейчас надо реагировать, что это опасность. Опасность что это? Надо физическое напряжение бежать, либо бить. И мы... Подсознание дает работу органам, всем нашим системам. И какие слабые системы сразу могут декомпенсироваться. С одной стороны. С другой стороны, вот такой типичный пример, когда человек, например, зимой лежит на морозе, у него происходит так называемая централизация кровообращения. А, это то, что он не умирает, ты имеешь в виду? Он не умирает, у него обогреваются основные органы, а периферийные... Они не обогреваются. Да, и поэтому после этого человеку ампутируют руки, ноги. Почему? Потому что организм сберегал самый главный. И к чему я этому? Когда у тебя стресс, тебе надо бежать, тебе желудок становится неважным. Вот синдром, например, раздраженного кишечника, человек сразу хочет в туалет. Почему? Потому что лишнее надо сбросить и убегать. И мышцы расслабить, да, ты имеешь в виду? Ну, нет. Там, где не нужно. Уменьшить вес. Да, расслабить мышцы в кишечнике. Достаточно много людей страдает этим расстройством и не знает, как лечить. И в стрессовых ситуациях испытывает большой дискомфорт. Ну, то есть ты имеешь в виду, что вот он испугался, допустим, ну и в прямом смысле слова обосрался ты имеешь в виду. Ну да, да. А как в фильмах-то? Сразу описывался. Почему? Как дети, да? Да, да. Почему? Потому что кровь перераспределяется, надо сейчас бежать, не нужно лишний вес, то, что в кишечнике оно лишнее. Это я просто объясняю. На самом деле все гораздо сложнее. Специалист по данному расстройству меня поправил бы сказать, что пуща дополнительных. Но я, суждая, концептуально объясняю, как это происходит. И поэтому человек перед экзаменом нервничает, а у него обостряется язва. Я понял, да. Ну, это вообще такая история, то, что получается вообще не только с депрессией, это вообще с любым психологическим, психическим заболеванием и с твоим телом, оно все взаимосвязано получается. В любом случае. Да. И вот когда там какие-то вирусы мы получаем в свой организм, уже тоже у тебя... Ну, условно, когда ты заболеваешь. У нас происходит перераспределение функций организма, иммунной системы, другие доминанты. Мы об этом не думаем. А подсознание работает. Значит, подъем температуры – это не какое-то патологическое расстройство, а это... Бороть. Это реакция. Это нормальная реакция нормального организма на появление патологического агента. Для того, что... Это физика. Для того, чтобы повысить... Некомфортность... Нет, нет, нет. Наши иммунные клетки, кровь, они в теплой воде быстрее происходят химические реакции. Ну да. Горячие. Вот смысл в этом. Я понял. Усиливается борьба. Температура повышается для того, чтобы как можно быстрее, интенсивнее побороть этого агента. Но при этом в этот момент человек себя чувствует подавленным в момент температуры. Его... Ну, чаще всего происходит такое, что твое психическое состояние в момент, когда у тебя жесткая температура, ты в момент... Ну, у тебя вирус там какой-то. Ты же... Это же тоже похоже по большей части на депрессию. Ты ничего не хочешь. У тебя там... Обычная еда тебе не нравится какая-то. У меня часто было такое, что когда у меня там большая температура, мне хочется какого-нибудь Макдоналдса условного поесть. Ну, то есть тебе на какие-то... Хочется удовольствие. Ну, может быть и такое, что... Повысить себе настроение. Да, настроение снижается, но в классической психиатрии сейчас у нас международная классификация болезней есть такая, десятая пересмотрша, которая сейчас действует. Там депрессия должна быть у тебя на протяжении двух месяцев, шести месяцев. Если у тебя в течение дня колеблется настроение, это нормально. Ты живой человек, эмоциональный, ты переживаешь свои неудачи и из них делаешь выводы и стремишься получить удовольствие, достигнув результата. Ну, это, наверное, уже больше к тому, что надо просто менять тогда, получается, восприятие того, как относиться к неудачам каким-то. Если ты полностью здоровый, нормальный человек, и у тебя в день и плохое, может быть, настроение хорошее, то есть надо как-то контролировать свои эмоции, получается. Ну, тем людям, которые склонны к переоценке своих неудач, можно стремиться... Вот это уже работа как раз психотерапевта, психолога, снизить зависимость от этих неудач. Хотя человек, который слишком поверхностно относится и не делает выводов из опыта, в конечном итоге тоже его ждут неудачи и проблемы психологические, ему, наверное, надо немножко повысить. Да, ну, учитывая еще ту обстановку, которая там последние 3-4 года в мире происходит, мне кажется, у многих людей же в психическом, ну, в психическом состоянии их в каком-то смысле ухудшилось. Ну, как... Спокойно только на кладбище. Ну, понятно. Но я имею в виду, смотри, вот, допустим, если сравнить там с 10 годами ранее, во всем мире, я не беру конкретно там Россию, во всем мире, была ситуация, что мир процветал, технологии там шли вперед, айфоны выходили, вот эти вот... Каждый год был там скачок технологический. Сейчас то вирусы, то кровопролитие, и, по сути, мы постоянно вот от СМИ еще получаем вот этот поток информации, СМИ же тоже, как ни крути, может воздействовать на твою психику в такой, ну, в таком ключе, что ты будешь ну, ты будешь, по сути, заложником того нарратива, который они тебе дадут, и они сами, получается, выбирают то состояние, с которым ты должен жить. Ну, вот мне так это видится, что вот, допустим, пропаганда и СМИ, они в сторону человека, в сторону общества дают именно то настроение, которое им нужно вот в этот момент от общества получить. Но все современные технологии стремятся, чтобы мы оказались в каком-то пузыре. А, ну, контроль ты имеешь. Не только контроль, а чтобы вот тебе нравится вот этот контент, и ты только его и потребляй, мы будем в нем давать рекламу, и очень просто тебя воспринимать. Мой рецепт только дифференцировать, то есть разделять источники получения информации, не зацикливаться только на каком-то одном источнике, а делать свои выводы и смотреть и этот канал немножко, и тот, и другой. Ну, и, наверное, все-таки интересы как-то свои развивать, да? Ты думаешь, что у тебя должно быть не только то, что ты интересуешься одним определенным. Вот ты-то отличную тему затронул, что в Америке культ специалиста. Это, с одной стороны, очень прекрасно. Он развивается в одном направлении, достигается обалденных успехов, действительно к нему идут, потому что знают, что он решит, но вместе с тем он себя, если у него случает кризис в этой области, оказывается, что ему не получать удовольствие от других он не умеет, он не развил себя, поэтому надо стремиться развивать себя в разных областях и получать от них удовольствие, иметь хобби. То, что я к своим пациентам часто говорю, что они мне говорят о том, что мне тяжело на работе, сплошные стрессы, я выматываюсь, выгораю эмоционально. При этом я говорю, какие у вас хобби, какие у вас увлечения. А я говорю, у меня нет, я и в субботу работаю, это вопрос об интродоголизме. и в воскресенье вот учителей это часто, в будни я работаю, в воскресенье я тетрадки проверяю, в субботу я тетрадки проверяю, в понедельник я готовлюсь к новой теме на а где же отдых, а где перезарядка, а где какие-то увлечения самые простые, которые не зависят от текущей конъюнктуры, но которые приносят удовольствие. Пусть оно даже небольшое, но стабильное. Ну слушай, еще и удовольствие тоже может быть таким обманчивым. Я приведу пример, допустим, касаемо работы. Я сколько? Ну вот шесть лет в одной области работал и развивался. И если изначально мы развивались так обширно, то где-то через год-полтора после начала я начал очень сильно углубляться в одну сферу и в специфику специальности. Работал, работал, работал. 24 февраля Фейсбук уходит из России. Мы с вами получаем, что работы никакой нет. Вот для меня конкретно, потому что я специализировался конкретно на алгоритмах Фейсбука и алгоритмах того же самого Инстаграма. Сейчас так как и рынка вообще никакого в России этому нет, то соответственно я теряю возможность получать здесь какую-то прибыль исходя из своей основной специальности. переключаться как-то на другие площадки очень тяжело после этого. Ну, знаешь, как-то даже в голове у себя ты сидишь и думаешь, ну, ёпрст, я там столько лет отдал вот этому и по сути сейчас заново тому же самому обучаться только заново это, конечно, ну так отягощает. Очень сильно настроение из-за этого падает. И вот ты говоришь отвлекайтесь. У меня было отвлечение. Я играл в компьютерную игру, вот в эту доту. Она же считается, ну, там, одной из самых популярных игр. И в доте, я, кстати, рассмотрел канал одного игрока, канал называется, кому интересно, Серёга, и он как раз-таки психолог по специальности. И он рассматривал типы личности и вообще какой мотив у тебя игры доты. Ну, то есть он сам играет и он рассматривал. Именно мотив к игре, да. И вот он пришёл к выводу сам с собой, то есть он размышлял, это только его мнение, что в доту люди играют не для того, чтобы выиграть. Потому что по сути даже если ты проигрываешь, ты всё равно хочешь сыграть ещё одну игру, а там же как ограничено, то есть у тебя есть определённое начало игры и вот конец, ты разбиваешь замок, всё, игра закончилась. И если ты начинаешь заново, то ты всё заново начинаешь. И вот если ты проиграл, ты скорее всего будешь себя просить ещё одну сыграть. Из-за этого, из-за того, что там очень такое, как вот в наркомании как раз таки вот эта вся история, что ты хочешь ещё, ещё и ещё, люди часто сходят в этой доте с ума и такое токсичное комьюнити внутри, что тебе там расслабиться просто нереально. И вот я какое-то время, когда с работой начались проблемы, играл вот в эту всю тему, это было после как раз таки года, я год не играл, и тут начал вдруг, я заметил уже трезвыми практически глазами, как за 2-3 месяца игры я стал себя ощущать злее, как-то некомфортно себя чувствовать в обществе, то есть с людьми начал более токсично общаться. Это же, ну, ты можешь неправильное хобби выбрать, по сути, если так посмотреть, потому что хобби тоже бывает токсичное, вот к чему я говорю, и оно тоже тебя может ещё сильнее загнать какие-то психические болячки, но это же факт. Хобби ли это? Нет, не хобби, вот как раз таки это как с трудоголизмом, наверное, убежать от проблем. Да, я в своё время не поступил в мединститут из-за того, что круглосуточно сидел в компьютерных играх. Ну, в итоге ты поступил уже, правильно? Я пришёлся из этого выйти, и на каком-то этапе я понял, что либо я перестану этим заниматься, либо я... Не станешь врачом. Да, да, у меня будут уже серьёзные проблемы назрели. Это способ ухода, организм выбирает в стрессовой ситуации такие способы ухода. Многие люди... А вот реклама, если помнишь, была как-то танки... Танкиру? World of Tanks было. World of Tanks, да, семь минут, и ты как новый. Вот. Это на чём основной человек приходит после тяжёлой работы, там домашний быт, и он просто перегружается. Да, но если ты всё больше и больше в это время уделяешь, то ты уходишь от реальных проблем. Заменяя. Да, да. И как больной наркоманией, там, героиновой, он уколокся, у него всё ушло. Со временем всё больше и больше. Так же и с этими... Так же и с... Если ты в состоянии... Есть люди склонны к зависимости или нет? Я определён к себе. Я склонен к зависимости. Есть люди вообще не склонны к зависимости? Никаким? Есть. Да, есть. Но, как правило, такие люди менее азартные. У них свои проблемы. Да, они менее склонны. А, ну и они особо не рискуют, да? Да, они особо не рискуют. Они ведут более однообразную жизнь. Но и склонность к этому... Идеальный секретарь, получается? Идеальный средний специалист. Ну да. Работник офиса. Много же таких? Наверное, даже таких большинство. Ну, чаще женщины. Да. Хорошие люди, хорошие специалисты, они нужны, но в определённой нише. Если ты безразличен к своему делу, то так или иначе всё равно ты успеха не достигнешь. Если ты слишком переживаешь это всё, Ты можешь перегореть. Ты можешь перегореть. А если так, средненько. Ну и результат средненький. Ну, понятно, да. Смотри, я хочу тебе предложить прочитать пару комментариев, которые оставили люди под видео с депрессией. И просто хотелось бы услышать твоё мнение. Они такие, самые залайканные. На одном вот 44 лайка написал Сергей Коваль, 96, 0,8. Человеку 42 года, живу с депрессией уже 30 лет. Изучил тонны материалов и перепробовал всё, что можно и нельзя. Психиатры, психологи. Вывод один. Вывод один. Лечение экзистенциональной депрессии не существует. Она на всю жизнь, как диабет. Выжить можно только благодаря принятию болезни, дисциплине и готовности до конца жизни жить с чернилами в голове. Ах да, ещё можно забыть о личной жизни и смириться с этим. Никто не хочет иметь отношения с депрессивным человеком. Ну, просто вот своё мнение касаемо того, что он написал. Выскажи, пожалуйста. Любое психическое расстройство, оно ведёт к обеднению всех видов, ну, или каких-то особых видов психической деятельности. Они все однообразны. В итоге человек, да, изменяется по характеру, выгорает в определённых областях. И депрессия – это меньшее проявление эмоции, стабильно пониженный фон, меньше интерес к общению с другими людьми. Конечно, такой человек становится менее интересным окружающим. Чем дольше это длится, как вот, кстати, и с соматическими заболеваниями, чем дольше он длится, тем больше риск стать хроническим. У кого-то, и зависит от людей тоже, у кого-то быстро приобретают хронические процессы, у кого-то долго не приобретают. Если своё время оказать своё время качественную помощь, то всё будет нормально. Человек больше не будет страдать. А кто-то пожизненно уже страдает. То есть может быть такое, что всё навсегда? То есть он прав, что может быть такое всё-таки? Что типа люди, у которых это не вылечивается вообще, такие существуют? Существуют. Но опять же, ты понимаешь, бывают и недообследованные. Бывает, может быть, у него не хватает какого-то гормона, и достаточно это пообследовать, скорректировать. У психиатра страдают тем, что ты к нему пришёл, он с тобой побеседовал, назначил таблетки, а может быть достаточно было назначить мелатонин, нормализовать сон, и у тебя всё будет хорошо. И какая-то минимальная коррекция, рациональная терапия, то есть через логику скорректировать какие-то ошибки и стереотипы поведения, типичные, постоянно, которые человек сам за собой не заболевает. И всё. А если у человека, например, выражено нарушение мышления, то рационально не поможешь. Поэтому всё индивидуально. Нет, ну это ты, наверное, говоришь больше про участковых психиатров, правильно? Всё-таки люди, которые работают в клиниках, в больницах, которые специализированы в психиатрии, психологии, ну психологии вряд ли, в психиатрии я имею в виду, они больше как-то влекаются в проблемы, правильно, чем ты говоришь, что пришёл к психиатру, ему там назначили таблетки. Ты имеешь в виду по инструкции, какую-то таблетку назначили, вот он увидел там типичный человек с депрессией, да? И он назначил ему какие-то таблетки, которые вот он у себя в голове уже там 30, 40, 50 лет выдаёт, да? Нет, есть набор антидепрессантов, назначается один из них. И вглубь человеку уже не лезет этот персонаж. Ну, психиатр этим страдает. Не докапываясь до истинной причины. Не, ну это же получается тогда халтура, а не работа от некоторых людей. Пускай ты не говоришь, что это халтура, всё-таки твои коллеги. Я скажу, что это халтура. Я считаю, что если ты пошёл как бы быть врачом, то будь врачом. Я потому что... Меня засовывали же в этот медицинский институт, но я же не стал врачом, потому что я знал прекрасно, что мне это нахрен не надо. Ну, то есть я не хочу лечить человека, потому что, во-первых, мне это не нравится, во-вторых, я не хочу вовлекаться в его проблемы. Конкретно вот в той области медицины, в которой я пробовался. А если ты уже дошёл, то уж извините, либо ты заставь себя, либо не занимайся. Уйди там в какую-то деятельность исследовательскую или в деятельность там написания книг, учебников. Преподавай. А так, чтобы просто пришёл к тебе пациент, это не обязательно психиатр, это же так в каждой медицинской профессии. К тебе пришёл пациент, ты такой, ну, там, 4 дня назад приходил чувак с такой же проблемой, да, я ему выписал вот эту пилюлю, у него всё это прошло. Значит, выпишу этому, у него тоже пройдёт. Ну, есть же такие, наверное, да, которые так думают. Короче, это ещё, наверное, всё зависит от того, это тоже мы обсуждали в прошлом подкасте, вот как раз по онкологии с Андреем, по поводу зарплат, проблемы, да, некоторые, и в регионах, и в других странах СНГ. Когда зарплата всё-таки тяготеет над тобой, ты там думаешь, касаемо того, что у тебя проблемы в семье, там, дома какие-то, ты же по-любому, ну, не будешь полностью вовлечён в специальность. Всё равно же хочется, там, получать какие-то суммы, которые тебе будут комфортабельны для жизни, чтобы у тебя вообще никаких проблем не было, чтобы ты мог реально полностью сосредоточиться на профессии. И я считаю, это моё точно, только моё мнение, я считаю, что врачи конкретно должны именно вот по такой структуре жить, что у врача должно быть столько, чтобы он вообще никогда не думал, что у него там дома проблемы. Это ладно, проехали, мне кажется. Это базар за НБЦК по классике. По поводу вопроса Сергея и твоей реплики. Конкретного совета данной ситуации дать невозможно. У каждого заболевание проявляется индивидуально. И я бы на месте Сергея не унывал бы, всё равно бы дальше обследовался, но и старался бы жить максимально полноценной жизнью. Создаётся впечатление, что он уходит в свою болезнь, но это косвенно. Ничего ему индивидуальных никаких рекомендаций невозможно. Ну понятно. Твой канал это не даёт и не ставит своей целью. Естественно. По поводу врачей. Не существует идеального врача. Врач, и в частности психиатр, психолог, психотерапевт, это тоже человек. У него существуют свои проблемы. Есть начало рабочего дня, когда он полон энергии. Есть конец рабочего дня, когда у него энергии поменьше. Ну он, допустим, увлечён чем-то, и он может быть более даже эффективен, чем в начале, когда он вырабатывается. Есть проблемы государственных врачей. В этой области политика государства платить врачу более-менее достойную зарплату, но это достигается путём существенного увеличения нагрузки, когда он обслуживается гораздо больше, чем на самом деле, объективно будем говорить, может. В частной другая проблема. В том, что есть учреждения частного здравоохранения, есть множество затрат. Медицина – это очень дорогая вещь, и их как-то надо окупать. И есть опасность, соблазн назначать то, что не нужно, и обследовать всё больше, чем надо. Но то, что выгодно, конечно. То, что не нужно, а то, что выгодно. То, что не нужно, но то, что у нас что-то незадействованное. А, даже так. Я понял. Вот. В нормальных, нормальных условиях. Условиях. В этом необходимости нет, потому что пациенты и так идут, и работает сарафанное радио. Но, как и в других сферах, например, ремонт автомобилей – это… Есть места, куда не стоит, да. Но ты же всё равно не поймёшь, наверное, пока не попробуешь. Не поймёшь. А вот, что касаемо личной жизни, он сказал… Ну, тут, наверное, я просто сам скажу то, что это, скорее всего, просто его личная какая-то установка, да. Да. Вот правильно ты добавляешь комментарий. Это меня и насторожило. То, что он сам накладывает… Программирует себя, да. Накладывает на себя руки. И это неправильно. найти там свою вторую половину, тем более в наше время, когда есть уже какие-то социальные сети, гораздо больше возможностей, чем там сто лет назад. Может, любой, но надо к этому стремиться. И это тоже счастье, источник создания гармоничной жизни. Я понял. Ну, в принципе-то больше по этому комментарию нечего добавить. Я хочу, перед тем, как второй мы с тобой обсудим, хочу просто моментик такой уточнить. Смотри. Ну, по большей части депрессивные расстройства, психологические какие-то другие заболевания, они же свойственны людям, у которых, ну, какие-то есть жизненные проблемы, были когда-то жизненные проблемы. То есть не может же быть психическое заболевание просто таким, типа, приходящим. Оно же по-любому имеет какие-то следствия. Правильно? И какова ответственность, вот, допустим, родителей за психические заболевания их детей вот в юности и в период пубертатного, периода взросления уже полноценного? Сейчас я отвечу на твой вопрос. Немножко вернусь назад. Помнишь, я говорил о том, что депрессия – это расстройство эмоций, а эмоции – это наша реакция на окружающий мир. Это отражение в зеркале того, что происходит в твоей жизни. И во что ты вовлекаешься, в чём участвуешь. Но какие-то вещи могут отражаться, а могут не отражаться. Они происходят всё равно. Они могут отражаться в положительном смысле, а могут отражаться отрицательным. Я к чему? Допустим, человек – успешный хирург. У него происходит какая-то неудача в каком-то, допустим, ну, я не буду говорить, что в личной жизни, а в каком-то другой. Допустим, он, не знаю, разбивает машину. Один, для него это болезненная тема, и он попадёт в депрессию, а другой в точно такой же, с таким же социальным статусом, с такими же проблемами, в такой же, может быть, стрессовой ситуации, напряжённом ритме жизни, посчитает это ерундой. У него не будет эмоциональной реакции, не будет депрессии. Вот, по поводу родителей, не существует профессиональных родителей. Все родители учатся и совершают ошибки в воспитании детей. Стараются не сделать ошибок, которые совершили их родители, но при этом совершают свои новые. Ну, получается, то, каким вырастет ребёнок, это полный рандом. Кроме случаев, когда прям там издевательства какие-то в детстве происходят. Есть генетика. Генетика, такие термины, как генотип и фенотип. Генотип – это то, что заложено в нашей карте памяти, в наших клетках. А фенотип – это то, что проявилось на основе этого. Не обязательно проявится то, что заложено. А проявляется всё это во взаимодействии с окружающей средой. Вот это всё и определяется. Какая у человека генетика с двух сторон, от мамы и от мамы. И он оказывается… От папы и мамы. От папы и мамы, да. От мамы и от мамы. От папы и от мамы. Ну, на самом деле, это же актуальная сейчас история. То, что там даже Шнур видел песню, сделал это. Ну, я его поддерживаю. Моя семья, однополая семья, мама, бабушка и я. Да. Тем не менее, у девочки есть наследственность от папы. Ну, понятно, да. И она проявляется в взаимодействии ребёнка с окружающей средой, с многими обстоятельствами. Что-то может просто не проявиться. Есть доминантные и рецессивные аллели. То есть, участки вот этой генетической памяти, которые доминируют и проявляются. Допустим, там цвет волос блондины, у них оба рецессивные. Значит, два должно быть, чтобы он стал блондином. А чего темный, доминантный. Значит, соответственно… Хватает одного, на это. Да, достаточно одного и проявится именно. Вот. Получается, гены плюс рандом плюс жизнь. Ну да. Причём гены там процентов на 70 важны. Ну, а остальное как по капельке, типа как соль с перцем добавить. Да, да. Воспитание может скорректировать, но это сложно. Я понял. Ну, видишь, это, наверное, тема уже, ну, другая совсем. Это больше углубление какое-то. Для беседы с генетиком. Если получится какого-то генетика взять, то было бы хорошо. Напишите мне обязательно в комментариях. Очень ждём. Так, ну и вот давай просто разберём ещё второй комментарий. Здесь юзер без имени, но, скорее всего, девушка пишет. Проблема в том, что в большинстве случаев к близким вообще нет смысла обращаться. Огромная доля причины депрессии, вызванной внешними факторами, лежит именно на близких. От равнодушия до самой депрессии. Они не замечают твоих проблем и даже, когда нужна их поддержка, они её не дают. Проблема она указала в кавычках, кстати. Смысла нет никакого разговаривать с близкими о депрессии. Только в случае, если близкие компетентны в этом и были рядом до этого. В остальном получишь ответы. Ленивый, найди работу, найди друзей и так далее. Дальше сложно найти помощь специалиста. Госврачам смысла нет идти тоже. Они не знают, как лечить депрессию. Максимум выпишут кучу колес либо станционар, который только сделает хуже. А честные стоят больше денег. Проблема в том, что помощь сложно найти, даже если ты хочешь её получить. Близким плевать, либо они не понимают. Государство также малокомпетентно и может в плечи получить, а и можно в плечи получить ещё какую-то статью с болячкой. Самый верный выход, как бы там ни было, находить частного специалиста, как бы там ни было, найти деньги и уже работать с качественным специалистом. Главное, не думайте, что вы сможете с этим справиться в одиночку. Это редкость. Не запускайте состояние до бездны. Я сам страдаю этим состоянием. С 16 лет человек пишет, но ему сейчас 23. То есть он и так не особо взрослый. Это молодой человек. Молодой человек, да. Мне в начале показалось, что девушка пишет, нет? Я предположил сначала, а вот по итогу вышли. Круги ада, станционар, был и куча колёс. Ну, был станционар, соответственно, и куча колёс. И только частный специалист вытащил меня из ада. Ну, последнее, наверное, даже смысла нет особо комментировать. То есть, ну, типа был станционар, куча колёс, там частный специалист. И по поводу специалистов ты тоже уже говорил в этом недавно. Стали-то очень тяжело найти, но надо искать. Сарафанное радио хорошо работает. И контакт. Вот, видишь человека, способен ли ты доверить ему свои переживания? Ну, вот, что касаемо близких, мне вот очень интересно, потому что в этом плане-то я, наверное, с ним не то, чтобы согласен, но исходя из практики людей, многие же шлют на работу. Вот именно, иди работай. Таблетка от депрессии, иди работай, трудись, там у тебя не будет времени думать о том, чтобы там в каких-то своих проблемах размышлять. Или там многие, кто не погружён в проблему, а не погружены в проблему большинство. Это как вот с финансовой грамотностью, то же самое с медицинской грамотностью, это тоже большие проблемы, этому не учат ни тогда, ни финансовой, ни медицинской грамотности. В школе таких предметов нет, хотя нужны. И по сути, получается, когда ты выходишь в общество, ты уже там обретаешь какую-то профессию, у тебя дети, эти дети взрослые, ты там за 50-60 лет своей жизни никогда даже и не сталкивался с этим. Да, у тебя там было фиговое настроение, но ты к этому особо не придавал значения. А твой ребёнок подходит к тебе и говорит, у меня депрессия. Скорее всего, ты его пошлёшь нахрен, и скажешь, иди работай. Ну, устройся туда-туда, ты занимаешься не тем, чем нужно, там ты тунеядец, лентяй и так далее. И очень же много таких персонажей в этой жизни, которые прям вот отрицают, да и даже если смотреть первый мой подкаст о депрессии, когда мы с моим вот товарищем, коллегой Сергеем общались на эту тему, и он же тоже много чего отрицал в этой болезни. Неприятие этой всей ситуации, оно же тоже может сильно сказаться на тех, кто страдает этим, правильно? Большинство страдающих психическими расстройствами не принимают свои расстройства и считают, что они ничем не страдают. Тяжёлыми психическими расстройствами. А лёгкими наоборот. Лёгкими наоборот, чаще принимают. Чаще ищут помощи. ищут помощи. Чаще женщины. Как я уже говорил, мы и биологические существа, и социальные. Значит, нам есть потребность в общении, в реализации, в оценке. И молодой человек или ребёнок, ему нужно общаться. Если мы говорим о маленьком ребёнке, у папы свои дела, у мамы свои дела, у бабушки уже сил нет, ей бы к телевизору. А ей, кстати, тоже нужно общение, но специфическое. Ей нужно, чтобы о ней забота уже. И у каждого поколения получаются разные интересы, разные свои трудности, и они не находят общего риска. Они кровно родственники, они взаимозавязаны, они любят друг друга, но интересы у них разные. Поэтому и каждый из них не получает своего необходимого. Бабушка ощущает себя брошенной, вот она сидит перед телевизором, и вот у неё те, кто в телевизоре, лучше её друзья. Папа, мама, на них всё висит, работа, забота о детях, каждодневные проблемы, пробки, конфликты на работе, нужно деньги туда-сюда добиваться, детского сада, школы и так далее. У ребёнка свои проблемы, вот, и его тоже никто, их не решает. Родители непрофессиональные психологи. Как правило, в нашей, как правило, почему, ну, у нас особо и нет больных депрессией, почему? Потому что она не выявляется. Если выявляется, то на крайних, либо во выраженных стадиях, либо когда происходит попытка суицида или суицид, у нас в основном закрываются базовые потребности, то есть, чтобы был накормлен, одет, всё, до услуг психологам, психиатрам, речи, когда какие-то крайние проявления доходят, либо семья уже такого хорошего достатка. Вот, по поводу переживаний, что для ребёнка, у которого его самую любимую машинку задавил какой-то грузовик, что у его папы, у которого рушится бизнес, и у бабушки, которая задолбала давление и сахар, все переживают, могут переживать это на одном уровне, то есть, ребёнка есть его самая большая проблема, что его не принимают в школе, и это самая большая его проблема, которая способна довести его до суицида. Вот, у папы рушится бизнес, его тоже можно понять, у бабушки может быть какие-то проблемы, депрессии, которые, кстати, у поживых встречаются в три раза чаще, то есть, если из психических расстройств у взрослых людей каждый десятый страдает, у них каждый третий. И каждый переживает это своё расстройство как самая большая проблему, она для него важна, и возможно и выражена депрессия, и суицид, потому что человек субъективно переживает. А, субъективно воспринимает эту проблему самой важной для себя. А вот ту проблему, с которой как раз-таки подходишь ты к близким, человек воспринимает как типа ну отстань, у меня же проблема серьёзнее, у Павла рушится бизнес, а у сына там ну чего-то его кто-то там в школе попинал. Но это тоже можно понять получается. Всё. Можно всех понять, но проблема не решается. Вот, но сказать так, чтобы у каждого был свой психолог, как в Америке, не знаю, каждому прописывать антидепрессанты тоже неправильно. Это слишком простой и дополнительное химическое вещество вводится. Более того, он искусственное, да, человек, кто пьёт антидепрессанты, у них беднеют эмоции. Натуральные ты имеешь в виду. Да, натуральные их. Может ухудшаться сон. Первое время приёма антидепрессантов может быть наоборот ухудшаться, их состояние, поэтому там ещё дополнительные вещества означает. Поэтому всё непросто и всё индивидуально. Я слышал, что, допустим, антидепрессанты это по большей части именно профессионалы, психиатры назначают не для того, чтобы человек годами сидел на них, а для того, чтобы у него появилась возможность как-то принять своё состояние с позитивной точки зрения. Да, если говорить переносно, то антидепрессанты это как протез, как костыль, который нужен на время, пока человек переработает ту конфликт, который у него внутри возник, та проблема, из которой он был не готов, или которую он должен пережить, переработать, и тогда уже можно постепенно его убирать. Ну, а ему в этот период надо как-то существовать, продолжать в идеале нормальный хотя бы внешний образ жизни, тот, который он был. Функционировать как человек, не просто там куда-то в угол забиваться. Ну, хорошо, а вот касаемо того, что ты говоришь отношения людей к психическим проблемам, тут же по большей части это же тоже идет вот как раз таки со времен Советского Союза. Много же было таких случаев, что типа если ты уже обращаешься к психиатру, то ты все, уже псих по сути получаешься. Ну, общественное мнение. Общественное мнение же играло очень сильно в Советском Союзе, влияние на людей. Это как-то уже может тоже на каком-то таком общественно-генетическом уровне проявляться, что типа если я пошел к психиатру, то все, я уже конченый. существует такая проблема, поэтому у нас психиатров во многих случаях начали звать психотерапевтами. Чтобы не менее страшно было, да? Да, вы не идете к психиатру, вы идете к психотерапевту. Сигматизация называется, когда психически больные становятся такими изгоями в обществе, ущербными людьми. Ну, клеймо получается, что ты все, псих, значит, ты еще и опасный. Да. Ну, патерналистский стиль общения психиатра с пациентом, то есть, когда он все знает, он светило, а ты должен слушаться и выполнять его. Ну, это, получается, методы просто прошлой, работы прошлого, да? Да, да. Ну, как сказал Андрей, нейрохирург, онколог, что у нас это все компенсировалось в обратную сторону и врачи стали обслуживающим персоналом, что тоже... Так он говорит, что это вообще на официальном уровне уже узаконено, что врач это обслуживающий персонал. Да, есть такой закон об основах охраны здоровья граждан, в который заложили термин, что термин медицинская услуга, что не совсем правильно. А, то есть, получается, прием это медицинская услуга сейчас считается, по сути? Ну, да, оказанная медицинская услуга. Ну, это какая-то, короче, уже пошла бюрократия, если честно, и куда-то отступление не в ту сторону. Ну, это в сторону прав человека, и здесь есть свое здоровое зерно, но перегибы тоже негативно сказываются на... Именно на профессиях, да, людей? Ну, на тех, кто... В конечном итоге за все платит потребитель. Я понял, да. В конечном итоге, конечно. Человек, кто получает эту медицинскую услугу и получает это все. Но, опять же, если возвращаться к Советскому Союзу, там это все... Ну, и ранее России к психу обратил... К психиатру обратился, ты псих. Оно же... Хоть ты и получается вообще в общество пытаешься пихнуть уже этот... Ну, короче, сбить этот нарратив, ты все равно получаешь какое-то поколение людей, который боится этого все равно на генном уровне, потому что его родители, его бабушки, дедушки говорят, там, как-то тебе говорили, ты что там психованный, ты что дурной и так далее. Но это ладно. Складывается у меня последний момент из вот этого всего, что я прочитал, и хотелось бы уточнить. Есть такая услуга, как бесплатная психологическая консультация. Она происходит по телефону. не бесплатные врачи в поликлиниках и больницах, а именно вот то, что там частные есть, да, по-моему, фонды, которые телефоны доверия оставляют, есть государственные телефоны доверия. Эти услуги, насколько они вообще адекватны? Потому что есть же категория граждан, которые вот понимают внутри себя, что к сожалению, но я там болею каким-то психологическим, психическим заболеваниями. Но к врачу я не иду. Опять-таки из-за того, что не хочу показаться психом. Но есть телефон доверия, где ты пытаешься, точнее, не пытаешься, где ты точно будешь анонимизирован. То есть ты будешь точно анонимом. Как вот ты знаешь, ты сталкивался вообще в своей практике с этими не людьми, а вообще с этой услугой, тоже назовем ее так, что там какую-то нормальную могут тебе помощь оказать или это все так? Больше по телефону потрандеть? Я считаю, что они имеют право на существование, их должно быть больше. Я знаю, что у центра сербского есть и горячая линия, и есть целые бригады, которые выезжают на места, где случаются различные чрезвычайные ситуации, которые неминуемо следствием имеют психологически тяжелые травмы у здоровых людей. Для бесплатного оказания, ты знаешь, да? Да. Значит, в жизни любого человека может быть чрезвычайная ситуация, когда он в шаге от непоправимого для себя действия, для суицида. слава богу, что это не у всех случается, но может быть у здорового человека такая ситуация. И если он пользуется такой линией, и если ему помогают, то дай бог. По поводу квалификации, как и везде, где-то квалифицированные, где-то, как это я называю, отрабатывают свой номер, подходит формально. Там сидит обычный психолог, у которого небольшая, как правило, зарплата. Один очень добросовестно относится к своей работе, другой скорее формально, каждого из них можно понять, но они должны быть. все равно должен быть какой-то фильтр, как мне кажется, таких людей. Это уже вопрос нашей системы организации труда. Это уже вопрос ко всем государственным учреждениям, как производится оценка качества, результаты. Кстати, касаемо оценки качества, у меня скоро ролик на канале выйдет, где я буду в эти психологические центры доверия звонить. Представлять, что у меня серьезное психическое заболевание, психологическое именно расстройство, и буду разговаривать с этими людьми, хочу понять, какую консультацию могут дать. Не буду как-то говорить, в какой конкретно центр я звоню, потому что, опять же, может быть такое, что у человека у самого может быть плохое настроение, хотя это не отговорка, мне кажется. Если ты пришел на работу, тем более на такую, где ты оказываешь психологическую помощь, у тебя там фиговое настроение, возьми выходной отгул. И хочу протестировать вообще, как с этим будет. Ну и соответственно, это то, что я тебе уже сказал, это на основе, кстати, вот на канале уже вышел ролик, опять же, с моим диалогом, с такой нейросетью, чат GPT, в котором я общаюсь с ним и пытаюсь у этого чата запросить психологическую и психическую консультацию. Как у психолога. В данном ролике чат отработал, как мне кажется, вообще очень хорошо, потому что он практически в каждом ответе на вопрос мой говорил, вам стоит все-таки обратиться к профессионалу, потому что я не могу вам его заменить. То есть в этом плане я вообще ну только хлопаю этим создателям, потому что они молодцы и программа реально рабочая. То есть даже уже не программа, я когда общался с ним, я чувствовал, как будто я там с кем-то просто в мессенджере общаюсь. Так вот, на основе данного чата мне бы хотелось создать психическую, психологическую поддержку в Telegram-боте, где не нужно даже будет звонить, где ты сможешь на современный лад подстроить общение с ботом, который будет основан на знаниях профессионалов. То есть я хотел бы обучить этого бота знаниями психиатров и психологов на определенные группы вопросов, ну и соответственно, чтобы этот бот уже дальше на основе этих ответов получил какие-то там осознанные типы личности и ответы от этих профессионалов и уже дальше обучался внутри себя. То есть мне кажется, что вполне возможно можно создать именно конкретно чат, который будет заменять и причем достаточно успешно вот эти вот телефоны доверия, которые, вот как мне кажется, сейчас не сильно-то и популярны. То есть я не знаю, есть ли у тебя эта статистика, но мне кажется, что телефоны доверия психологической поддержки, они не популярны совершенно. Туда звонят очень мало людей. У меня нет статистики, ничего не могу делать, что ты сказать. Я просто... Об этом никто не говорит, скорее всего, не распространяется, потому что если ты уж позвонил в телефон доверия, то, скорее всего, ты вряд ли будешь об этом рассказывать кому-то своему знакомому. Но я лично никогда в жизни не звонил в телефон доверия, хотя там ощущал какие-то признаки психологической расстройства. Вот и позвонишь. А, ну, наберу обязательно, да. Поэтому, ну, как я тебе уже говорил, я тебе предлагаю просто поучаствовать в этом, ответить на определенный пол вопросов и, конечно же, не выпускать в свет этого бота, пока он не будет отточен. Но при этом не подавать его как какое-то средство лечения, да, а именно подать его как, возможно, твоего друга, который, ну, твоего личного, у каждого будет свой личный друг, который может еще как-то подсказать какие-то упражнения, дать общепринятые на основе нескольких разных мнений. Ведущим, наверное, твоим помощником должен быть психолог, а я только какие-то более выраженные какие-то ситуации. Для, может быть, какие-то вопросы, при которых нужно вот будет рекомендовать обратиться к психиатру, вот, а так скорее это психолог. Но все-таки смотри, как ни крути, мне кажется, что это нужная штука, потому что у многих же людей есть какие-то проблемы внутренние, ментальные, но они часто их держат в себе, телефоны устарели, а как раз таки вот этот вот сервис в Телеграм будет доступной площадкой и больше людей будут обращаться за какой-то конкретной помощью. Тем более еще может сработать тот фактор, что ты не рассказываешь это живому человеку, а ты рассказываешь это все-таки машине, которая обучается за счет знаний других людей. Ну, зависит от того, какого качества это бот. Вот у нас сейчас банки одни из самых передовых внедрений новых технологий, но от общения с их ботами я не в восторге. Не, ну там очень вообще неплохая структура у этой платформы, да, и на основе этой платформы можно будет сделать очень умного бота. Если она продвинута, ну что, компьютер обыграл Каспарова, пишет научные работы, объединяет в себя огромное количество исследований, я думаю, что в любом случае на моем веку и на твоем веку компьютер будет все большим-большим помощником человека. Нас он не заменит, но как дополнение будет продвигаться все больше и больше. в плане конкретно этого проекта надо пробовать и дорогу осилит идущий. Ну понятно, да, тут это все в зависимости от приложенных усилий, поэтому я не знаю, у тебя есть как-то подытожить, наверное, наш разговор, чтобы ты посоветовал людям, которые столкнулись с заболеванием в легкой форме, которые ощущают в себе, ищут поддержки, помимо похода к специалисту, что вообще, какие конкретные есть у тебя советы, именно не как от психиатра, а как от человека. Значит, я советую не сдаваться. Насколько это возможно, стараться вести нормальный, обычный образ жизни и стараться быть нормальным, полноценным человеком, понимать, что психических расстройств огромное количество и самому определить, что у тебя невозможно, не зацикливаться на одном психиатре, а обращаться к разным специалистам и в том числе к психологу и сдавать анализы. Вообще, как говорил нейрохирург правильно, что надо обследоваться по возможности, если есть финансовые возможности, то значит отдельно, если у частного специалиста на платной основе, если нет, то в своем учреждении здравоохранения там больше будет тратиться время, зачастую не факт, что хуже результат. Гигиена психического здоровья, она основывается на нормальном, здоровом, полноценном сне, нормальном, здоровом питании, которое в идеале индивидуализировано, один не переносит одно, другой не переносит другое, в каком-то стереотипном ритме жизни, я не говорю о художниках, людях творческих специальностей, там невозможно, но они страдают часто, чаще, чаще еще, да, им тяжелее. развивать какие-то полезные хобби, можно с практическим применением, что-то заниматься какими-то поделками, вязать, то, что не вызывает зависимость, как компьютерные игры. Ну, понятно, никакой наркомании, алкоголизма, это все исключено. компьютерные игры, они в итоге ведут к нарушению, они втягивают себя, да, игромания, кстати, да, игромания, не... Тотализаторы. Тотализаторы, да, игровые автоматы, это же не компьютерные, это немножко другое, тоже человек и перестает соблюдать режим сна и отдыха, еды, питания и так далее. Вот это базис и стараться быть разносторонней личностью. Ну, я лично бы посоветовать себя побольше читать. А, читать. Потому что чтение, оно развивает фантазию, оно развивает всё, и память, и мышление. Читать то, что интересно. Если нравится фэнтези, пожалуйста, читайте фэнтези. Если нравится история, читайте историю. И позволяет отвлечься. В том числе, когда человек длительно страдает хроническим заболеванием любым, он так или иначе зацикливается на нём, и оно истощает его нервную систему. И это один из механизмов, как ты говоришь, ходить по кругу, когда на базе хронического заболевания появляются и психические расстройства. Чтение и хобби позволяет отвлечься, уйти от избыточного, ну, таких хобби, которые не связаны, допустим, с общением социумом, да и даже и связаны, вот, сходить на футбол, поиграть, отвлечься, достичь какого-то результата, пообщаться с ребятами и забыть на перезагрузиться, забыть, делать перезагрузки. Кстати, отпуск, а, вот, про отпуск, обязательно, отпуск обязательно должен быть, и он должен быть, опять же, не как у трудоголиков, там раз в пять лет, да, ты имеешь? Ну, запрусь дома и буду работать, выгнали с работы, поработаю дома, вот, а с нормальным переключением, с новыми ощущениями, новыми эмоциями, это и путешествия, это и поездка куда-то в другой регион, там, на свою родину или куда-то, ну, либо страну другую посетить, другую страну, на море, куда хочешь, общение с новыми людьми, легкое, с минимальными какими-то конфликтами. Ну, конечно, на отдыхе особо даже конфликтовать не хочется. Бывает, но все равно ты меньше до этого желаешь. и таким образом перезагружаешься, некоторые люди экономят на отпуске, сейчас, правда, меньше к этому возможности, но так вот получить отпускные и пойти работать куда-то на подработку, когда семье не хватает денег. Да, это тоже есть такой вариант, и в итоге человек не отдыхает, не готов к новому рабочему сезону. И срывается. Это ведет к срыву, к перенапрягу, он думает, а что, почему, почему у меня не получается, почему у меня хроническая усталость, мне все надоело, я вроде ничего не делал, не отдыхал. Понятно. Ну и последнее, извини, доходить общий язык со своими родными и пытаться их понять, хотя это крайне сложно, потому что у каждого свои интересы, и они зачастую противоречат друг другу, интересы поколений, гендерные интересы, все равно близкие нас поддерживают, а мы их поддержим в трудную минуту, как ни крути. Ну, я хочу просто добавить, наверное, то, что помимо нахождения общего языка со своими близкими, надо иметь возможность находить общий язык с самим собой, дружить с самим собой, общаться, любить себя, да, потому что... И ценить себя. Ну, это все, наверное, в одном, потому что если ты к себе относишься плохо, то и состояние у тебя будет фиговое, скажем это так, мягко. Касаемо книг, я полностью согласен, потому что перед открытием этого канала у меня с речью были какие-то определенные проблемы, я где-то 4 года не читал книг, как только я его открыл, я с того момента уже 3 книги прочитал, и я чувствую, как у меня стало лучше даже развита речь на этом фоне. Ну и что, как бы не бойтесь, не переживайте, все лечится, обращайтесь, главное, почаще говорите об этом, не стесняйтесь, будьте более открытыми миру, и даже если вы хотите, не дай бог, сделать какую-то вещь, которая приведет к тому, что вы покончите жизнь самоубийством, это нужно обсуждать, потому что, ну, как часто так складывается, что люди, которые совершают суициды, они же оставляют какие-то записки. Хочу тебе добавить, что достаточно одного дня или несколько часов, чтобы обычного нормального человека довести до самоубийства. совершенно здорового в определенной ситуации, поэтому проблема у мужчин, то, что они все держат в себе и не проявляют. Женщины чаще попадают в психиатрическую больницу, потому что они чаще показывают. Больше говорят, больше обращаются за помощью, вот поэтому не стесняйтесь просить о помощи и искать выход, вот по сравнению с Советским Союзом у нас гораздо больше возможностей найти эту помощь. Ошибиться можно, но если стремиться, то рано или поздно будет какой-то успех, либо это будет стабилизация состояния, что тоже в психическом расстройстве очень важно, либо это будет полное выздоровление, ну тут вообще отлично. Ну, как минимум ругать за это точно никто не будет сейчас, если ты обращаешься к специалисту, тебя за это никто не наругает, тебя никто не будет воспринимать как законченного психа, мир поменялся, нужно это для себя понять, принять и больше ему доверяться, поэтому следующим следующей темой я предлагаю выбрать вам в комментариях, тот, кто досмотрел до сюда, обязательно подписывайтесь на канал, потому что подписки и ваши просмотры, они очень сильно помогают мне развиваться, рассказывайте о видео друзьям, потому что я надеюсь, оно вам понравилось, мы постарались обсудить натужные вот эти вот темы, которые держатся у нас с вами в голове, и следующим роликом подкаста будет политолог и литература вед, мы поговорим о влиянии книг как раз-таки на психику, отличный переход на литературу и политологию, поэтому всем спасибо за просмотр, как обычно был на канале МБЦК я, Вадим, Петр Поддубный, врач-психиатр, всем всем пока. Это базар за МБЦК по классике.